Продолжение следует... 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 все равно на все перетолкованное с точки зрения символов, мифов, или они нас перетолковывают, перетолковывают советский период. Мы задали вот такой анонс, достаточно оригинальный, о том, что скидский коммунизм, это такое, может быть, со временем из этой идеи родится наш ответ Фрейда Марксизму, то есть понимать учения, научные учения, социальные учения с точки зрения психоанализа, с точки зрения этнопсихологии. И, конечно же, один из основателей марксизма, ленинизма, а именно Фридрих Энгельс, тоже был, как ни странно, не чушь наших народнических тенденций, он был тоже антропологом и учеником замечательного американского антрополога Моргана, и свои представления о поле, о браке, об истории социализма и коммунизма, Энгельс черпал тоже из самого глубокого прошлого, то есть из исследований Моргана, ирокезов, Сио, индейцев. Вот там он находил свой пещерный коммунизм. Но, как я уже говорил, в истории социалистических учений это совершенно не новая вещь. Народники делали то же самое русские, и русские славянофилы делали то же самое. На примере русской общины они формировали идею оригинального русского социализма. Наш замечательный князь, анархист Пётр Кропоткин, идея коммунитаризма и различных видов организации анархических общин черпал у папуасов, алиутов и, как он говорил, и иных дикарей. То есть вот он считал, что там-то все на месте, там все на самом деле. Поэтому давайте смело бросаемся в наши мифы, возвращаемся в пещерный коммунизм, потому что сейчас время такое предгрозовое, когда открываются створки бездны, когда начинает трясти всю планету. И вот я лично знаю это не понаслышке, только что я приехал в Душанбе, где нас очень хорошо тряхануло землетрясение. Когда трясет, трясется земля, это неповторимое чувство. И вот тогда выходят вот эти духи с той стороны, и они идут, и выходят, приходят в наши города, и начинают шевелить эту цивилизацию. И вот наши лекции, может быть, они о глубоком прошлом, вот традиции, но, как ни странно, я заметил, они все были актуальны. Вот в прошлый раз мы рассказывали на вечере Ивана Николаевича Гумилева о Несторианах. Так получилось, что эта лекция была суперактуальной, потому что сейчас все святыни Несториан, с которых они начались, это как раз места самых упорных боев сирийской армии с Аль-Каидой и Сигивом, провинции Длиб, там на реке Аронт, где зародилось учение Нестория. А, собственно, последние, кто хранит верность Церкви Востока, ассирийская Церковь, они находятся вообще в Ираке, в центре самых страшных боев с исламским государством. То есть Белая Индия становится все более актуальной. Но и сегодня, когда готовил лекцию про скифтском коммунизме, я хотел поговорить об исходе евреев из Египта. У меня была такая идея. Ну и как бы сегодня новости нагнали эту лекцию сами, потому что, конечно, русские по одной из идей тоже избранный народ, которым Новый Израиль, с точки зрения русской традиции, ну вот этот Новый Израиль в количестве 79 тысяч человек, видимо, будет перевезен в спешном порядке из Египта, на Русланах, МЧС, на наших глазах. Ну, давайте вернемся к скифскому коммунизму. Тоже такая информация, краткая информация о нашей последней экспедиции, графической. Мы были в Грузии, пытались там поднять наше евразийское подполье. Все очень запущено, все очень сложно. Но там вот это очень странное ощущение от для нас, жителей, не черноземных, обездоленных вот этих городов, голодных. Когда ты туда попадаешь, в эту Грузию, то ты начинаешь несколько там сходить с ума, потому что вот это бесконечно, вот это Сациви, Хацибели, бесконечное количество вин и вот таких разных вин или разных сортов винограда, там 120 надо, если принесут, там у тебя проведут. А вот эти вина Квери в этих огромных глиняных горшках под землей, в которых можно всю печаль, которая у тебя есть, утопить, конечно же. И они особым способом там содержатся, потом тебе приносятся. И вот эти цыпленки табака, они и носят их, и носят, и носят, и носят, и ты вот все это ешь, и ешь. А потом они говорят, вот время пришло пить чачу, потому что принесли вот эти пельмени гигантские, которые надо пить, под них пить чачи, а чачи нет, ну что же нет. Сейчас я схожу домой, принесу, и кто-то идет, несет, вот эту чачу приносит, начинаешь ее пить, и под конец приносят хачапури размером со стол, вот такие, из которых как жир солнца просто льется, и ты хоть слона съел, но понимаешь, что ты вот все равно есть придется. Начинаешь это есть, вот это есть, поедать. То есть для русского человека, наверное, который в голодные времена коллективизации, или там голода в Поволжье, или там голода голодных наших 90-х, ты смотришь и понимаешь, что вот, наверное, это и коммунизм с точки зрения рационального, даже потому что и носят, и кормят, и там поют что-то, и пляшут, вот дух, вот с картин перосмани, как будто бы он никуда не делся, и где перосмани сидел под лестницей, запертый, вот он оттуда вылез, этот спирит, и он над этой Джорджией висит бесконечно, и он понимает, что вот, наверное, вот это подлинное all-inclusive, вот когда вот даже не на курорте, на курорте тебе там нарежут, там улыбнуться, а тут вот all-inclusive вот с грузинской выправкой, с такой вот, с хачапури, там, размером, там, с чемодан там гигантский, да. И вот, когда ты вот это все съешь, ты понимаешь, как это плохо, просто вот, такое находит на тебя вот страшное-страшное чувство, что вот это, насколько это невыносимо все, насколько это ужасно. Я вот ловил себя на мысли, я был не один, как у нас была делегация наших евразийцев и скифов, что, может быть, это постыдно вот так вот это, наедаться, вот эти все съесть и выпить, а может быть, это наша какая-то вот национальная беда, да, что мы вот не верим в богатство, презираем буржуев, опасаемся есть вот эти гигантские торты, размером с летучие тарелки, да, и видим в этом какое-то такое вселенское зло. Вот я начал рефлетировать просто сам над собой, как такой практикующийся психолог, почему при всей радости происходящего русскому человеку грустно. Вот это то чувство, которое Пимен Карпов охарактеризовал, замечательные фразы, на мой взгляд. Брюхо-то набил, а от скуки издох. И вот откуда вот это, откуда в нас вот эта ненависть к этому изобилию, к подлинному рогу изобилию, потому что вот Грузия для русского человека, это, конечно же, Эльдорадо. Тоже своего рода Индия, потому что вот наш Северный Кавказ, это символический, конечно же, Афганистан, через который надо пройти мимо этих племен, с саблями, шашками, там, с шапками поколи со своими, да, потом приходишь, и вот начинается Индия, где тебя кормят, поют, пляшут, поют, и суперзамечательно, да. И вот в этой нашей Грузинской Индии человек страдает русским. И я подумал, что же меня вот не радует, там такие платаны, пятисотлетние, такие шапки гор, посыпанные солью. И я подумал, а что же меня радовало, да, вот как такого простого человека, который ездит, да, из наших мест. Я вспомнил страну, очень близкую к Грузии, там совсем рядом, пешком можно дойти, где те же самые горы, но выглядят они по-другому. Там такие же быстрые реки, они струятся, очень холодные, и там великолепные какие-то цветники, по которым ходишь в этих горах, где тысячи цветия, весной и летом. И такое ощущение, что ты уже умер, и что пора уже людям помогать, вот с этих цирранических цветников. Вот уже пора помогать, потому что так хорошо и красиво не бывает на свете. И это такая страна тоже интересная, там ходят бородатые мужчины с пулеметами, и друг с другом начинают, когда увидят, рычать начинают друг на друга по медвежьи. И друг друга начинают кормить мясом, канистрами вина, там у них ведра мяса тоже, канистры вина. И бегают бесконечное количество свиней, полудиких, полунедиких, как вот в священной стране варахи, в золотой стране кабана, гипербореи. Вот это было, но эта страна совершенно неустроенная, дикая. Это Южная Осетия. Я там был во время войны, до войны, во время войны, и там вообще ничего нет. Там нет полиции, там нет какой-то администрации, там вот ровно то, что я сказал кому. Там тысячи цветов, бородатые люди с пулеметами, с ведрами мяса, которые всех заставляют есть это все, когда если увидят, если схватят, заставляют есть это мясо и пить вино. И вот совершенно неустроенная, вот в отличие от Грузии. Грузия все-таки это цивилизованная страна, стремится в Евросоюз. А там, ну вот, нормальные наши развалины, там деревянные какие-то сакли в Южной Осетии. И вот такое очень странное ощущение, что над тобой небеса скрижещут, а вот эта жемчужная звезда в твоем сердце, она пульсирует. Вот то, чего в Грузии просто нет, напрочь. В современной Грузии, которая построила стеклянный аквариум внутри полицейских, вот эта жемчужная звезда отсутствует, она куда-то там пропала. Может быть, она была раньше там, наверняка была. И вот что это, что это вот за тяга к лишениям, к каким-то вот диким местам, заброшенным, пустынным, к скитаниям, тоже это слово, конечно же, от слова «искид», «искидаться», от слова «скид», конечно же, происходит в 100%. И откуда вот эта мечта об этой лишенности, Чивенгуровской, когда все завалено каким-то снегом, и только солнце работает за жителей города, которые занимаются обороной крепрайона белоказаков. Вот они там сидят, и вот тоже наверняка что-то едят, смотрят в небо, считают звезды, и происходит что-то необычное. Но вот этот Чивенгура, это Южная Осетия, это вот этот русский рай, как я думаю, как его понимают многие русские люди, или можно его назвать скидским коммунизмом, скидальческим коммунизмом, таким в стиле Франциско-Ассийского, когда ничего нет, но что-то откуда-то появляется неожиданно. Мы видели тоже совсем недавно в Новороссии, например, в Донецком аэропорту, когда вместо киборгов туда вошел Сомали, и вот они сидели и ели с ножей консервы, читали там друг другу истории в полутьме про скифов, и вот такие над ними снежинки летали, как руны. Вот эта тяга, невероятная тяга к этому скифскому коммунизму, она, безусловно, в наших людях присутствует. И если вот действительно рационально посмотреть на отношение наших людей к богатству, то, конечно же, можно совершенно точно сказать, что у нас действительно это все не принято. И при гигантских размерах капитализма с 91-го года у нас возникшего все равно не принято вот совсем уже так гулять. Принято это богатство тырить, куда-то прятать, закапывать, засовывать. А вот все равно осталось какое-то несоизмеримое отношение вот к роскоши, к богатству, к сладости, к любому такого рода предмету. Я пытаюсь объяснить, почему это происходит, почему все-таки здесь капитализм не пойдет, и почему годовщину Великой Октябрьской социалистической эволюции можно констатировать, что все возвращается все-таки на круги слоя. Вот это жажда наших, конечно, жажда наших и любовь к развалинам можно объяснить с точки зрения Батая, священной жертвы, теории Патлача, но в прошлый раз Васильевич Крусанов рассказывал о скобарях, о скобитянах, это же рядом, 100 километров, 200, они не строят печи на фундаменте, прям всегда строят печи на полу. Когда я спрашиваю, почему, ну, потому что они не переживают, они знают, что каждое поколение пережило сожжение собственного дома. Сначала сжигали белогвардейцы Юденича эти дома, потом сжигали во время коллективизации большевики эти дома, потом пришли немцы, тоже сожгли эти дома, и чего париться это, собственно говоря, все эти дома, все равно печи развалятся, дома развалятся, переживать не стоит, и переживать изаимущество вообще не нужно. И оно действительно, как не войдешь в царствие небесное богатый человек сквозь игольную ушку вместе с верблюдом, со своим, да, так, видимо, русские люди думают, и так они все и поступают. Вот как Красная Армия в 1941 году, она бросила половину населения и как бы всю промышленность и ушла в Москву и в Сталинград, вот взяла и ушла, и там окопалась, там лучше ей воевалась. А взять Михаила Илларионовича Кутузова, который вообще ничтоже с умняшем, взял и сдал Москву, столицу, в нашей родине, и ушел вместе с тысячелетним богатством, накопленным в этом городе, с изгоревшим словом о полку Игореве, взял и ушел. А за ним ушло все население, которое трудами эту Москву строило, ушло, все бросило, ну вот так, ушло вот скитаться в пустыне, в степи, в леса. И один Наполеон ходил по городу призраку и кричал, это скифы, скифы, вот узнавание произошло. Узнавание произошло нас, людей, которые не дорожат в принципе ничем. Конечно же, это скифская война, когда скифы просто ушли от Шахиншаха, Дария, Перса, ушли на Урал, на Волгу, и он ходил за ними, ходил, пока чуть не умер там, просто по этим равнинам. И вот эта мечта бежать от Барина, от Митрополита, от царя, от Шахиншаха, от Наполеона, бежать и вот там за окаемом развернуться, перевернуть небеса, стать таким Иваном Царевичем, обернуться в свиту таких золотых птиц, золотых там, алконостов каких-то, разящих, куй гаражей, да, и сжечь вот эту армию неприятеля, сжечь буржуев, отомстить всем халуэм, предателям. Это, в принципе, основная русская сказка, основная идея. Но, в принципе, можно все это списать на вот наше скифское прошлое, скифскую войну, там, неурожайные годы, крепостное право, там, тысячи можно исторических причин привести, почему мы скифы, почему мы такие, почему богатство у нас является чем-то, ну, вот таким страшным, но замечательный исследователь сказки, морфолог Владимир Проп, он вычленил одну очень важную деталь, которая, в принципе, мне кажется, у русского народа и других народов нашей цивилизации, она, бессловно, существует. Вот он вычленил в сказке такой элемент, который он называл магическое бегство, когда в Тридевятом царстве, там, царевич, или, там, королевна, герой, или дурак, набирают артефактов различных, полезных и неполезных, там, вилок со стола набирают, там, ножей серебряных, там, каких-то штучек, каких-то зеркалец, ну, берут все, что не попадет, все, что там плохо лежит, и потом они валят, бешено валят из этого Тридевятого царства и за ними бежит кто-то, либо колдун в одежде ястреба летит за ними, либо водяной скачет, либо кощей на огненном жеребце, и пытается настигнуть, зарубить, а вот царевич, или дети, или королевна, которые бегут, они вот эти украденные вещи, вилочки, ножички, ему обратно выбрасывают, там, через себя, и так они создают новый мир, потому что бросил, там, вилочку со стола кощеева, раз тебе тысячелетний лес, лиственниц, там, таких старых, золотистых, осенних, или ты, вот этот планшет, который украли со стола, там, у кощеев, вот это зеркало магическое, да, ноутбук, кощеев там, вытащили в самоосветных камнях, а он бежит, ну, не жалко, его тоже взяли, выбросили, и озеро Байкал встало, допустим, и там кощеев, там, задумывался, да, остановился, вот это и есть магическое бегство, и проб, знает его у многих народов, он его выделял в русских сказках, и таким образом человек культивирует еще и природу, и герой становится мифотворцом вселенной и цивилизации. Но здесь необходимо, как бы, уяснить очень важную деталь, которая относится к нашим социальным преобразованиям и к Октябрьской революции. Но герои-то вот бегут из рая, в принципе, если бы они, казалось бы, там сидели, хорошо, в этом тридевятом царстве, который есть рай, в принципе, да, где молочные реки, кисельные берега, обильные стада, там, живи сколько хочешь, ешь что хочешь, там, там, то, чего не может быть, тебе принесет, все, чего изволите, там, только свистни, плюнь, там, вот этот остров. Но вот не сидится нашему человеку, там, вот в этом раю-то, вот в этом all-inclusive раю, не сидится, он хочет оттуда быстрее его покинуть, быстрее его бросить, свалить, как только есть возможность, он быстро, там, на петуха ездового прыгает, как Буратино, там, и бежит далеко-далеко, либо, там, на птице, на драконе, на чем угодно, на хозяйской дочери, бежит, улетает, сваливает со всех ног, бежит вот от этого рая. В русской сказке это принципиальный момент, сбежать из тридевятого царства, где, ну вот, живи не хочу, где вот и есть коммунизм, о котором мечтали обыватели Советского Союза, где, там, хочешь, там, хэттеншолдерс тебе, а хочешь тебе, там, пиво из водопровода, это все, все есть в тридевятом царстве, бери, забирай, но давайте все же задумываться, почему герой русской сказки бежит от этой сладости, и проб очень точную вещь подмечает, он пишет вот что, мы уже знаем, что герой проникает в иное царство, это царство мы узнали, как царство мертвых, и в тридевятом царстве, и в специфическом формах его в лесу, где живет колдун-учитель, туда герой попадает как живой, как похититель и нарушитель, вызывая гнев и погоню хозяев этой страны, то есть тридевятое царство, вот этот коммунизм, all-inclusive, все включено, где все есть, где хачапури размером, они все-таки растут, как-то растут, они расширяются размером с остров какой-нибудь на Петербурге, с Елаги, допустим, да, вот эти хачапури, они принадлежат пространству умерших, они принадлежат стране смерти, вот эти города покойников, духов, зверолюдей, и в определенный момент герой обнаруживает себя, вот этот русский Иван, обнаруживает себя в сердце этой смерти, на конце Кащеева иглы, и вот тогда он быстро прыгает на печку и дернул просто оттуда, и что взял, что схватил, и он бежит от этого бесконечного удовольствия, потому что видит в этом смерть, свою смерть, смерть своей души, и он просто драпает со всех ног, от коммунизма обилия он драпает, к этому скифскому военному коммунизму, в стиле Павки Корчагина, когда он возвращается сюда, в наши места, где люди до сих пор живут в бараках, на Сапса не едешь, а теперь подъезжаешь, а люди живут в бараках, которые построили 30-е годы, живут до сих пор, вот наши люди бегут, отобили к военному коммунизму, туда, где, как говорил Маяковский, от боя к труду, от труду до атак, в голоде, в холоде и на готе, держали взятое, да так, что кровь выступала из-под ногтей. Но вот это что такое взятое? Вот он что-то все-таки, зачем-то он был, вот наш герой, в этом коммунизме all-inclusive, и потом вернулся в скифский военный коммунизм, обратно, в свою родную Южную Осетию, без бараков и развалин Донецкого аэропорта, вернулся, но что-то он унес, вот что-то он унес из этой Индии, или может быть из Америки, потому что Америка это тоже вестка Индия, что-то он вытащил. Как правило, в сказках, он вытаскивает огонь, священный огонь, потенцию новой жизни, он схватывает и уносит. И вот все вот эти краденые вилки и ножи со стола, со стола королевства Марьи Марьевны, они не имели его значения, он именно действительно бросается, кидается, шевыряется, и в принципе не подходит к тортам, которые лежат по дороге, по дороге же торты, вот эти великолепные колодцы на полной чистой водой, с этими цеметистовыми ковшиками, а потом и наши люди тоже вот к тортам относятся с подозрением, потому что сказки-то это свернувшиеся змеевичи, которые искушают просто царевича по дороге. Когда очень большой хачапури, вот такой гигантский, наверняка там змея внутри, это ну вот сто процентов, это каждый русский человек он скажет. И если герои поедят яблок или выпьют воды, или вот хачапури, так вот едят, то их разорвет, как сказал Владимир Проб. А вот подлинный огонь пещерного коммунизма, вот этого скифского, он выносится сюда. И на мой взгляд, речь идет об огненном мире, о котором грезил Николай Рерих. Вот это та субстанция, которая лежит на верхней площади небес, священных небес, которую человек действительно выкрадывает у смерти. И потом русский мир быстро сужается, и вот эта потенция жизни обнаружена, выхвачена, выкрадена из мира читы, капитала, смерти, и запирается в своей крепости Россия и заканчивается совсем all-inclusive, с туризмом, как происходит сегодня. Это как исход евреев в Синайскую пустыню. Они бы жили прекрасно в этом Египте, где тучные стада, надо было только фараону кланяться. А зачем же они ушли скитаться в этот мир небесных огней, горящих кустов, в Синай, где до сих пор ничего нет, там только ИГИЛ бродит по этим кустам там оставшимся, и бедуины спят в развалинах каких-то. А вот евреи ушли туда, древние евреи, и обрели Новый Израиль. Сегодня то же самое происходит с наследниками духовной миссии, с русскими людьми. И здесь очень важна еще такая вещь с точки зрения понимания, понимания, что же такое действительно скифский коммунизм, вот этот изначальный, пещерный, ведущий, наверное, начало из кроманьонских охотников, и почему он входит в такое противоречие с этим миром довольства, которое нам предлагает современное общество и капитал. Проб пишет об этом так. Замена награждения или одаривания, похищения показывает, что собственнические отношения вступили в противоречие с первоначальным коммунизмом, с отсутствием собственности. Герой отнимает собственность у ее владельца, потустороннего существа, последствий Бога, и приносит ее людям. То есть изначально скифский коммунизм, о котором мы говорим, пространство вселенского огня и сверхнаполненной жизни, он когда-то был везде. Видимо, действительно, о чем грезил Энгельс. Коммунизм был везде. Но вот что-то произошло, и вот этот огонь этого коммунизма, изначального скифского, остался по ту сторону смерти, за кордонами страдания, капитала. И когда ты идешь в эту сторону смерти, например, в Америку, ты же идешь зачем? Чтобы выхватить вот эту сыворотку этого небесного огня, который там таится, в стране смерти, отчуждения, и получить такую инъекцию от смерти, от самой, стать бессмертным. Это такая прививка. И вот, конечно, на глазах все включено, подходит к концу. Я думаю, эпоха не исключена, что завтра там вывезут из Турции всех наших курортников. Вообще, закроют границы, закроют Facebook. И как-то люди, я думаю, спокоятся. Как-то люди там идут в Viber, русский будет, Runet. Много чего будет интересного, хорошего, красивого. Потому что на Западе, в этой стране мертвых, мы все, что смогли, взяли. Вот уже больше брать нечего. И дальше, дальше начинается новая жизнь. Я хотел бы закончить это выступление словами из замечательной книги Николая Островского, «Как закалялась сталь». Сердце учащенно билось, вот она, заветная мечта, ставшая действительностью. Разорвано железное кольцо, и он опять, уже с новым оружием возвращается в строй и к жизни. С новым оружием, выкраденным из страны мертвых, из которых бежал русский человек из All Inclusive домой, в священную Скифию, в наши родные. Постарали бесконечную русскую сакральную географию с пламенем мира огненного за пазухой домой. Спасибо. Спасибо. В славянах есть кровь скифов, так считается? Ну, наверное... Как от Тимура произошла там вся евразийская? Дело в том, что скифы очень интересный народ, потому что, по одной причине, что, во-первых, они жили на нашей территории очень широко, от Дальнего Востока до, как раз, до Румынии, примерно, современной. Ну, то есть, бывшая территория Советского Союза, собственно говоря. И кто был до них, допустим, неизвестно. Поэтому с них, фактически, стартует история на нашей территории. Готы были там. Да, Древняя Греция. Ну, Древняя Греция была одновременно с ними. То есть, это еще второй плюс, что мы, как бы, вот, западная цивилизация объявляет в себя свой старт с Эльвинско-Римской цивилизацией, да, с Древней Грецией. А вот мы со скифом. Но, большинство народов Евразии, почему-то, внутренне, считают, что они происходят от скифов. Это меня в свое время поразило, а я сейчас считаю, что это не просто так, потому что русские считают, что они скифы, конечно же, украинцы считают, но одновременно считают казахи, алтайцы, монголы, одновременно считают кавказские народы, у которых нацки эпос, это воспоминания о скифских богатырях, там, там, Чечены, Гуши, не только осетины. Вот осетины могли бы сказать, мы скифы, потому что там язык у них похожий. Сейчас уже вот формируется евразийская нация. Да, да, да. Ну, и в том числе народы совсем уже далекие от нас, там, такие как пуштуны, например, в Афганистане, они говорят тоже на языке, сходном с языком скифов, как ни странно, до сих пор. То есть, огромное количество народов от Польши до Афганистана считает, что скифы являются их первопредками. И включая, кстати, и у графинов тоже, вот пермский звериный стиль, он, конечно же, продолжение скифского звериного стиля. То есть, кто-то культурно, кто-то через генофон, кто-то через язык. То есть, это народ прародитель, народ тотем такой. То есть, это огромная объединительная идея, то есть, что скифы, получается, они как бы находятся в начале-начале нашей евразийской цивилизации. В этом плане, конечно, плюс они все из золота делали, что людям очень нравится, конечно же. Раз из золота, значит, это очень как-то выгодно и как-то с ним интересно этим людьми делать. Ну и, конечно, удаль, раздолье, воинственность, звериный стиль, это все у нас осталось. И поэтому коммунизм у нас может быть только скифский, конечно же. Спасибо большое. Интересно. Доклад у меня вопрос. Вот сейчас много говорится о том, что нужно новую монетию революции. Велико-октябрьское, социалистическое уже отказывается. Сейчас чаще всего говорится Великая Российская революция. А вот все-таки с вашей точки зрения, какой степени можно это назвать? Евразийская революция или скифская революция? Ну, как раз мы, новые скифы, как бы, продолжаем вот идею этой литературной группы скифы, которая называла эту революцию скифской. А немецкая она? А? И немецкая она? Нет, ну, посмотрите вот на этих людей, которые там, матросы ходили, какие-то немецкие. Ну, финансировал, все равно с Германией. Все равно уже, уже никто не помнит. Все помнят, правильно. Я помню. И Ленин там же как-то так же. На самом деле, революция, конечно, Ленину помогла и подарила, это Мария Спиридонова, лидер партии левых эсеров, как обычно, она, как Жанна Д'Арк, подарила, подарила корону Жанну Д'Арк французскому королю, как Испиридонова, подарила власть над крестьянской Россией и над съездом Совета, который состоял из крестьян в большинстве, с огромным своим авторитетом, она просто им сказала, что это свои, как бы, все вот эти крестьяне согласились принять новую власть. И потом уже все это разнесло, конечно. Но вот Схифа считали, как раз, этот круг людей, который выходил, как раз, и повторяю, Сенин, там Блок, Брюсов, Белый, Прокофьев, Пастернак, такие, ну, социалисты, социалисты-народники, они говорили, что вот эта революция, она пробудила очень древний архетип наш, очень, который, вот, на дне пруда, вот этого русского, покрытого илом, там, тысячелетними слоями, но когда происходит стряска гигантская, вот эти Схифы, они со дна пруда поднимаются, потому что они золото, они не гниют, им этот тыл не страшен, то есть Схифы, они всегда почему-то возвращаются в очень страшные периоды и сложные периоды российской жизни. И напомню, что в русскую культуру первый раз Схифы попали в 1812 году, и автор этого понятия как раз Наполеон, русские это подхватили, и Денис Давыдов объявил, что да, мы ведем Схифскую войну, мы Схифы, гусары, там, казаки, а второй раз Схифы вернулись в 1917 году, и когда вот мы в третий раз Схифов вернули несколько лет назад, я вот задумался, что же что-то будет интересное, вот и все интересное и посыпалось, как из рук изобилия. Поэтому вот эта идея, что революция была прорывом очень древних таких архаических сил, или там духов наших, предков, она была... Это как русский вирус на русской почве, я знаю, миллионы крестьян, миллионы крестьян не пошли бы за вот, за французским вирусом, там, как за ним может пойти, там, никакой не уйдешь, а все-таки она отражала какие-то глубинные чаяния русского народа, которые запечатлели самые такие тонкие его такие фиксаторы, писатели, такие, как Есенин, Пугачев, он записал эту революцию, или там... Пугачев-то вольница. Платонов, Черенгурия, да, то есть... это скифы. Да, это скифы, то есть люди на внутреннем своем уровне, на уровне архетипов, на уровне мифов, они воспринимали революцию как скифскую, конечно. А что делала там верхушка? Ну, она пыталась примирить вот это вот гигантское вот это восстание масс, огромную энергетику, которая вырвалась непонятно откуда, примирить национальный миф с повесткой дня цивилизации, какая была там, повестка у меня была немецкая, французская, там, американская, вот пытались переписать вот это безмолвное восстание русских духов, переписать на французский и немецкий лад. Что-то получилось, а что-то нет. Поэтому Советский Союз это такая совершенно с западной точки зрения несуразное произведение вроде марксизма, никакой не марксизм. И вот наша как раз идея, здесь в Белой Индии очень много этим германскими занимается, как раз объяснить Советский Союз и вот это восстание восстание революционных масс, творчество революционных масс с точки зрения мифов Евразии, наших внутренних мифов Евразии. Мы этим активно занимаемся и как бы приглашаем вас к соучастию. Простите, вопрос о Прометее. На мой взгляд, отдать людям огонь, цена этого его, собственная жизнь, и он знал это изначально, минутку, и вот эта жертвенность, она невозможна без благородства, а я в коммунизме никакого благородства не вижу. Как вы это соотносите с тем, что Прометей ваш чиновник? В скидском коммунизме огромное благородство, но, может быть, спорят бесконечно, благородная, неблагородная, битва за станцию Войковская такая. Я считаю, что вот по накалу энергетики, жизни и мифа внутреннего, по накалу мифа, такого произведения, как «Как захорялась сталь», не создали там ни белые, ни зеленые, ни черные, оно возникло только в этой среде. И это произведение уже современниками понималось, как что-то сопоставимое со священными книгами. А это миф? Это миф, который вытащил Островский изнутри, из-под земли. Миф о солнечном человеке, который не прошибаем ничем, который непобедим, который не сдается ни при каких обстоятельствах. И когда Андрежит потом однажды приехал к Островскому, где он там лежал прикованный, слепой, и писал по трафарету, нумеровал страницу, бросал бумагу на пол, и он вышел к Максиму Горькому, который дрожал в этом предбаннике, боялся даже заходить к этому человеку, и сказал, «Это же ваш коммунистический Христос, берегите его». Вот. По такому накалу вот такого Христа скифского, коммунистического могла породить только такая революция. А все остальное, ну, как бы, уже можно обсуждать, что было хорошего, что плохого, мы тоже не ставим. революция – это борьба группировок. Поставили друг против друга. Одни поставили одну комборту, другие поставили другую. И вот приказали плей. Человек не может, который с ружьем, который дал присягу, не стрелять, если приказал офицер. Вот и революция. 8 марта 1917 года не стреляли. Не стреляли. Хотя приказ был. Друзья, я думаю, дальше расскажут. А победит все-таки давайте подняться. Нет.